Всем привет дорогие зрители! Сниму для вас довольно полезное видео, покажу вам всего два пункта настроек, после включения которых вы ощутите разницу в ускорении и повышении производительности вашего Android телефона. Ведь друзья, согласитесь, что бывают разные конечно ситуации, например у вас начинает тормозить телефон, когда вы играете в свою любимую игру или просматриваете в высоком качестве какой-то фильм на каком-то сайте. Что в этом случае делать? Как раз для этого разработчики смартфонов придумали некоторые стандартные настройки, благодаря которым все это дело можно несколько ускорить. И в этом видео как раз таки об этом и пойдет речь. Друзья, также хочу вас пригласить подписаться на свой телеграм-канал Андробест, где я для вас буду каждый день выпускать новые полезные приложения. Ссылочка будет в описании под этим видео. Теперь давайте я вам покажу, что нужно делать. Заходим в стандартное приложение настройки. Нам нужно найти меню для разработчиков. На каждом телефоне оно включается по-разному, но в принципе плюс-минус одинаково. Я зашел в настройки, о телефоне, версия MIUI, тапаю много раз, пока здесь снизу не появится надпись «Вы стали разработчиком». Возвращаюсь обратно. Есть у вас другой смартфон, вы тоже заходите в настройки, о телефоне, номер сборки или еще какую-то надпись. Вот вы тоже начинаете тапать много раз и вы становитесь разработчиком. После этого в настройках появляется дополнительное менюшка для разработчиков. Я захожу в расширенные настройки, спускаюсь чуть-чуть ниже для разработчиков. Вот обратите внимание, хотя до этого этого пункта не было. Я сюда захожу и мы тут находим два интересных пункта, которые ускорят наш телефон, особенно в играх. Спускаемся чуть-чуть ниже и ищем эти настройки. Я вам сейчас их покажу. Вот первая настройка называется «Отключить наложение». Обратите внимание, что написано внизу. Всегда использовать GPU при компоновке экрана. Суть этой функции очень простая. При ее включении большую часть нагрузки, требуемой для отрисовки приложений, система возлагает на графический процессор. А следовательно, работа системы станет более плавной. Особенно прирост будет заметен на относительно старых смартфонах. Но даже если ваш смартфон не старый, то вы тоже можете использовать эту функцию. И как раз таки, когда мы включаем здесь эту галочку, то этот пункт заставляет систему использовать графический процессор в паре с основным процессором. Следующая настройка, она находится как раз таки чуть-чуть выше «Включить 4Х МСА». Это вообще тяжелое аппаратное сглаживание. Эта настройка улучшает видимые границы текстур и моделей в играх, а также в интерфейсе системы в целом. Поэтому, когда вы включаете эту галочку, то ваш смартфон начинает быстрее работать. Особенно это заметно в играх. Игры должны быть не простые, а какие-то высокоинтенсивные. Например, такие как PUBG, Mobile, какие-то Танчики, GTA, San Andreas, Vice City и так далее. Поэтому, ребята, когда вы сделали свое дело, вы поиграли в какую-то игру, посмотрели какое-то кино, использовали какое-то тяжелое приложение, например, какой-то Photoshop, видеоредактор, и сразу же после завершения начинайте отключать эти галочки, потому что реально они разряжают батарейку. Но взамен вы получаете жесткое ускорение. Ваш смартфон превращается просто в самолет. Друзья, надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте лайк, делитесь этим видео со своими друзьями, чтобы они тоже знали, как можно ускорить смартфон, если вдруг он начинает тормозить. Всем желаю, ребят, успехов, удачи, друзья, и всем пока!